С 1 сентября в России началась гаражная амнистия. Российские автолюбители в течение пяти лет смогут бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность свои гаражи и землю под ними. Речь идет исключительно о строениях, возведенных до 30 декабря 2004 года. Еще одна новость, которая затронет всех водителей – обжаловать штрафы ГИБДД теперь можно удаленно через портал госуслуг. Наконец-то, потому что штрафы приходят всем. Иногда эти штрафы не всегда оправданы, и водитель с ними не согласен. Но из-за 500 рублей идти, заниматься ерундой и тратить очень много времени на то, чтобы его обжаловать, не всем хочется, поскольку это нужно сделать на бумаге, подать заявление, направить почту, пойти на почту, отправить это либо в ГИБДД, либо через суд обжаловать. Теперь вот эта часть бумажная ликвидируется, и можно будет прямо с госуслуг, с помощью учетной записи госуслуг эти вещи делать. Наверняка первое время ГИБДД будет большинство жалоб не удовлетворять, просто потому, что нереально будет рассмотреть такой большой вал. Со временем это устаканится. С 1 сентября меняется и один из дорожных знаков, предупреждающий водителей о камере. Табличку фото-видео фиксация заменил знак с точно таким же обозначением. Законодатели внесли дополнение в закон о персональных данных, который вступил в силу еще весной этого года. До конца оформилась идея законодателя о том, как могут использовать операции персональных данных сайты, страницы, мобильные приложения, любые организации, куда мы приходим за услугами, товарами и так далее, могут использовать нашу информацию. И могут ли они потом ее передавать, например, неопределенному кругу лиц. Потому что они один раз согласие получили, но мы-то даем ему согласие только вот конкретно этой организации. И не всегда людям хочется, чтобы она потом пошла дальше и дальше. Например, чтобы потом звонили и предлагали кредиты. Любая норма, она эффективна, когда есть ответственность. И вот подправили немножко кодекс об административных правонарушениях. И теперь убрали возможность ограничиться только предупреждением за нарушение вот этой нормы и установили штраф. Нововведения затронули и оплату больничных по уходу за детьми в возрасте до 7 лет включительно. Теперь размер больничного составит 100% от среднего заработка, независимо от стажа родителей, а также от того, где лечат ребенка в стационаре или амбулаторно. Также работодатели с осени будут обязаны переводить в трехдневный срок удержанные денежные средства после перевода зарплаты должнику на депозитный счет службы судебных приставов. Попадет под запрет звуковая реклама. У нас по городу встречаются такие вещатели, которые говорят, что скидки, скидки, скидки. Это, конечно, раздражает, особенно жителей близлежащих домов. И также запрет действует на рекламу с транспорта. Это очень приятное нововведение, которое наконец-то случилось. Несетевые аптеки смогут продавать лекарства на маркетплейсах. Раньше это можно было сделать тем аптечным организациям, у которых не менее 10 аптек в стране и есть свой сайт. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.